Как соотносится промысел Бога о человеке, о конкретном человеке, с его самостоятельным выбором? Да, это вопрос, который постоянно волнует многих и каждого. Дело в том, что христианское понимание Бога можно точнее всего выразить таким образом. Наш Бог есть тот врач, который любит нас больше, кого бы то ни было на свете, и знает о нашем состоянии и о том, что нам полезно, а что нам вредно, лучше всех врачей мира. Но этот врач обладает интересной особенностью, хотя, правда, той, которой должен обладать и каждый врач. Он готов нам помочь в чём угодно, но только при том условии, когда всё-таки мы обратимся к Нему. То есть Он никогда не принимает тех действий, которые уничтожали бы нашу свободу. Поэтому промысел Божий состоит в чём? Я даже скажу так, промысел Божий по этому полностью соотносится с нашим духовным состоянием, с нашей свободой, с нашими стремлениями, мыслями, намерениями, целями. И в зависимости от этого меняются его действия. Так же, как и действия врача постоянно изменяются по отношению к пациенту. В зависимости от того, как он исполняет, он предписание врача или нет. Ему сказали, что вот вам нужно делать тот и тот. Он говорит, нет, я этого не буду. Вам нужна диета. Помните, как Собакевич Гоголевский реагировал на эту диету? Да я бы повесил вот на этой осине, что у меня перед окном, того немца, который выдумал эту диету. Ну и он говорит, не будешь исполнять диету, тебе же будет плохо. Так вот, как соотносится воля Божия с волей человеческой. От нас зависит, в какой степени мы будем следовать тем указаниям врача, Бога, которые называются эти указания заповедями Божьими. Дают сначала, врач дает слабенькую таблеточку. Не помогает. Посильнее. Не помогает. Еще сильнее. Потом, говорит, придется операцию делать. Вы ведете себя так, что уже вы поставили себя на грань буквально. Вот он, промысл Божий, в чем состоит. А оказывается, от нас зависит действие промысла Божия. А не от того, что Бог вот захотел что-то и сделал. Нет. В том-то и познается великая любовь Божия и, скажу, то, о чем не знали никогда никакие религии. И великое смирение Божие, которое, как сказано в Апокалипсисе, вот я стою у дверей и стучу. И кто откроет мне, к тому я войду. И, соответственно, тогда будет благо для этого человека. Вот это какой врач. Любви и смирения и его все действия, оказывается, обусловлены чем? В конечном счете, нашей свободой. Вот так.